Ведущий в торжественной обстановке представил первую в Московской области команду по слэч-хоккею «Унка». Тренировки начались в октябре, и на сегодняшний день в состав команды входят 6 человек. В ней занимаются дети от 7 до 14 лет с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата. Игрокам на каждую тренировку выдается спортивная экипировка от Федерации хоккея России. Занятия проводятся под руководством опытных тренеров Сергея Клементьева и Юрия Литвинова из детской юношеской спортивной школы «Армада». Помочь начинающим спортсменам выехать на лед и поддержать ребят приехала взрослая команда по слэч-хоккею «Феникс». Очень здорово, что у нас в Подмосковье и у нас в нашем родном Одинцово это все произошло. Это очень здорово. Во-вторых, внимание к этому очень, такое хорошее внимание. И руководитель у нас района, посмотрите, он сам хоккей любит, сам спортивный. 42 года человеку, с нему пример можно брать в спортивном плане. А дети, они только начали заниматься, но у них есть огромное желание этим заниматься. С первыми шагами в спорте ребят поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Сегодня у них кто-то впервые вышел на лед. Я, конечно, желаю им самое основное не сдаться, не потерять себя, продолжать заниматься. И я уверен, что они в скором времени попадут и в сборную Московской области, в нашу основную команду «Феникс». И после «Феникса», конечно, это основная олимпийская сборная страны. Глава Одинцовского района Андрей Иванов выразил благодарность Елене и Геннадию Тимченко за помощь, которую оказал их благотворительный фонд в деле развития паралимпийского спорта в Одинцовском районе. Решение по созданию секции по адаптивному хоккею было принято при поддержке этой супружеской пары. Пока это детишки из Одинцово. У нас шесть детей уже записаны в секцию, начали занятия. Помогают там наши известные спортсмены, паралимпийцы, в том числе Вадим Селюкин, серебряный призер Олимпиады Сочи-2014. Плюс мы отправили наш тренерский состав на переподготовку, обучение. Теперь наши педагоги из школы хоккея могут здесь также заниматься с детишками. Сегодня это один раз в неделю, но в ближайшее время количество занятий увеличится, скорее всего, до трех раз. Также поддержать ребят приехали их коллеги из Москвы, спортсмены детской слэч-хоккейной команды «Снегири», которые имеют за плечами почти год тренировок. После официальной части спортсмены из клуба «Феникс» продемонстрировали свое мастерство. Их выступление стало хорошей мотивацией для спортсменов из Одинцовской команды «Умка», которые только полтора месяца назад начали занятия. Для Георгия Шлякова эта тренировка стала шестой в его жизни. Но он уже с особым трепетом рассказывает о своих первых успехах. Мы на Лазутинке были, там у нас уроки на роликах были. И там в один день давали, там какой-то праздник был, и на арене был СОП «Следж-хоккей». Мне стало интересно, что это за вид спорта. И я решила поискать в интернете. Я спросила мама, можно ли, она сказала, что решит уже сама. Спросила у папы, папа дал добро. Для меня самое трудное, это на скорости было трудно тормозить сначала. Но вот сегодня теперь мне не трудно. Подмосковье – это первый регион в России, где есть и детские, и взрослые команды по «Следж-хоккею». Милая Трасивич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».